три воли руководят жизнью божья вражья и наше человеческое и никто не освободит человека от борьбы при выборе за кем последует он и не получилось бы дорогая н во время она страшной катастрофы когда услышим определение господа не знаю вас и вот вместо 3 воли которые руководят жизнью людей необходимо в конечном счете подчиниться одной божией смиренно вверя в свою судьбу в руки господа а декларировать что идешь к богу и при этом легко поддаваться витальным соблазнам внушением вражеской воли значит судный день от господа получить ответ не знаю вас делающие беззакония волю божию можно и нужно выполнять в любом деле и при любых занятиях а на любом месте делал не в том чем мы занимаемся но к так носимся к делу и что для нас главное так что не следуйте на творчество это занятие не хуже всякого другого если ты не забываешь во имя кого его имя чего ты творишь то и отношение будет разное одно дело во славу божию проповедовать творчеством и жизнью своей идеи который принес спаситель другое дело во славу свою блеснуть отличиться так что разбирайся детка но видимо творческий человек написал письмо и вот он отвечает на его вопрос вот чем бы мы не занимались чем бы мы не занимались любой труд любая работа если она не противна заповедям свыше да если она не претит этим западем смысле принесения вреда людям путем обмана лицемерия там жестокости насилия до любой труд способствует нашему духовному росту любой что же касается художество творчество здесь ответственность работника перед богом неизмеримо возрастает ибо творчество ибо творчество может относить не только конструктивный созидательный характер но и быть губительным как для души 20 так и для душ тех кто прикасается к плодам его творчества понятно как этот известный режиссер то которого вы все любите как его фамилия а известный виктюк да уже совсем смотрю он ну где-то на излете любой его спектакль если он мужика не разденет по пояс сверху он бы снизу раздел спектакль не удался он везде их раздевает ну вы поняли нет и вот недавно показывает он что-то там толдычек бэ-бэ-бэ бэ и показывает фрагменты спектакля с голым толсом парень обязательно должен быть то есть вот склонность вот ну а не понял что что Ну, я же не кричу на эту тему, вы же должны догадываться. Вот это обязательно, вот это элементы его творчества. Без этого ничего не бывает. В любом месте его вставить. У него служанки, спектакль, где мужчины исполняют женские роли. Служанки, три, с голым торсом, почти в обтянутых этих самых ритузах. Вот это счастье его было, это апофегей его. Служанки. Это творчество он называется. Он говорит о Боге, о высоких материях, что-то Бог им руководит, вот, раздевает всех вот напропалую. Понимаете? Ну, это я, к примеру, вот недавно у меня на глаза попался, вот в каком-то сюжете. У нас снова министр культуры. У нас новая министр культуры. Чего-чего? Новый министр культуры. Министр культуры нового. А сейчас новая старая же, сейчас его же не сменили, по-моему, Меденского не сменили. Нет, культуры руководить нельзя, это уже давно сказано, это бесполезно делать. Как ты можешь культурой руководить? Пущатель, не пущатель. Кончили, это проехали. Пущатель, не пущать сюжета на телевидении, уже всё, процесс необратимый. Хлынула, помойка, всё, её не остановить. Это, к счастью, пусть это будет. А то выпущать, не пущать, тогда всё не пустят. Тогда бы нам нельзя было разговаривать. А так, когда всё хлынуло, и мы вроде как в пределах. Ну, чё вы смеётесь? Прорвало всё эти, фекалии, и мы тут надели. Вообще интересная жизнь сегодня. Нормальные глаза. Да, у наших людей всё-таки нормальные глаза. Я могу тоже констатировать, глядя вам в глаза, что всё в порядке. Ладно. Можно быть гениальным духовным оплодотворителем сердец. Можно быть гениальным духовным оплодотворителем себе, а можно быть гениальным их растрителем. Гениальным. Растлевать души людей. Гениально можно это делать, это завораживает. Вот, например, тот же вептюк. можно много сальвадо дали пожалуйста композитор скрябин можно поэтов привести кое-каких сюда же и не умолкает да и не умаляет греховных последствий тот факт что растление душ совершается человеком пребывающим в неведении вот в этом плане ну кармическая ответственность всегда по высшему разряду то я в невиде я не знал вы поняли здесь всегда по ведению всегда по наущению враждебных сил ты марионетка по неведению можно сделать обычные небольшие человеческие глупости они прощаются а вот когда ты разливаешь по-крупному сознание людей это вы не прощается помните тот известный анекдот когда в аду сидят убийца душегуб и писатель сидят в аду ну какое-то время от сидел в аду на этот самый душегуб и его выпускают не знаю куда выпускает но надеюсь куда выпускать если вы оттуда выпустили может новые реинкарнации там пошли выпустили из ада и апелляцию писатель пишут апостолу петру наверно кто заведует нет а там не пётр пётр раем да у него ключи от рая там как у них распределение кто адам заведует не знаете а ну кто-то должен зовет пишут письмо как так вот этот душегуб столько людей убил и это сам его выпустили а я вот тут not невинный писатель вот написал книжки и до сих пор сижу но ему ответ пришел что вот этот душегуб то вот тех кого он когда-то убивал его родственник кто же нет тех кого он убил вообще о нем забыли а твои книги еще читают понятно поэтому я пишу книги надо все-таки иметь ну не ответственность на что их еще будут читать поэтому вот ответственность очень серьезное что ты в них напишешь понятно единственное я могу сказать о своих писаниях что я всегда был искренним никогда не юлила не пытаясь по что-то подстроиться уж как там господь решит так это ли не так это но не моя забота но то что там написано всегда искренне было без лукавства без попытки с кем-то заигрывать и думаю что не растлевает душ то ну так на первый взгляд может ломают какие привычные стереотипы духовной работе о сложившихся каких-то традициях но в конце концов вот новая струя живая струя живой жизни согласно времени сегодняшнем она должна же все-таки ворваться в это духовное пространство должна и это ощущая как получится не знаю вы должны подтвердить правильность написанного вот и все ваш труд ваша работа результаты нашей работы вот и все практика является критерием истины и ничто иное много надо трудов понести чтобы строился дом души строй детка он не раз еще будет шататься даже нарушаться пока созреет ум и душа так вот путь сознательной духовной эволюции от путь построения дома души это действительно дорога длиною в жизнь в нашу жизнь земную и далее она вечность продолжается от дорога это такой путь бесконечный путь если вы стали на него искренне риска не на нем работаете много самых разных трудностей на этом пути встречаются но если вы знаете в чем они эти трудности заключаете знаете как их правильно преодолеть то ничто не способно помешать вам пройти этот путь до конца здесь земной и устремиться в вечность ничто не должно помешать и выполнить наконец свое земное предназначение вот то что мы должны сделать в обязательном порядке коль имеем духовный талант вы о боге не забывайте с ним ведь и трудности переживать нетрудно и одиночество не это бессилие вашей силой божией укрепиться житейская смута нас и охватила чтобы поняли люди что без бога то жить нельзя и вот теперь многие переступили порог церкви но только внешние а внутри все еще надежда на себя на людей а господь то ждет когда мы сердцем и по-детски прильнем к нему тогда только в жизни все будет меняться так вот приняв крещение от дух святого в соединившись с господом сердце своем мы не испытываем никогда одиночество никогда я вообще-то с детства был человеком самодостаточным я никогда одиночество не испытывал я всегда находился без занятия сам игры себе придумывал сам к счастью не было компьютеру все этой мутаты я сам изобретал игры многие интересные игры которые мне были только интересно сейчас они могут показаться ну каким примитивными но мне они были безумно интересны я сам придумал так что когда присутствие господа вас имеет место быть вам не должно быть скучно вы не должны искать развлечений на стороне вот чтобы утолить вот как бы от одиночества какими-то выбросами вовне и вот со временем когда действительно дух святой божий обоснуется вашем существе и откроет вашу истинную сущность то вы никогда не будете испытывать одиночество или богооставленность вы всегда будете самодостаточны во всем чем бы вы ни занимались где бы ни находились это факт без бога в сердце человек находится в состоянии душевной смуты неизбежно преодолеть который можно только вернувшись домой вернувшись в отеческое лона и многие люди уже ставшие по их мнению ставшие на путь сознательной духовной эволюции на самом деле никуда не идут ибо все их надежды возлагаются на собственные силы на помощь со стороны посредников между богом и человеком на внешнюю на ритуальную сторону религии исправно там молиться регулярно поститься вовнем причащаться в то время как господь требует от нас всего лишь первую очередь безоговорной сдачи ему через посредство непрестанного стяжания духа больше ничего ему от нас не надо очень просто все будьте как дети помните говорил своим ученикам спасители тогда вы идете в царство божие быть как дети означает полное сыновное доверие своему родителю господу богу вот и все действие всегда доверяют своим родителям до маленькие дети всегда под защитой родители они знают что вреда им ничто не причинит когда родители рядом разные правы бывают родители сегодня но мы не будем брать исключение как правило да дети-то находится под защитой родителей уверяют им себя для детей нет ни прошлого не будущего не всегда в настоящем моменте времени живут а по этому осенины духом нельзя всю жизнь начинать сначала скользя по ее поверхности пора давно пора углубиться и копать соседям и многими потами в углу так вот порхание по поверхности жизни из воплощения воплощения череда духовных самоубийств может об этом с вами говорили и пора наконец осознать свое истинное предназначение прервать эту самоубийственную жизнь и наполнить ее эту жизнь наша текущая жизнь все-таки божественным смыслом высшим смыслом ради которого вообще затеялось земное человечество царство божие внутри нас возревает и не зависит от места жизни господь один везде и в орле и в дереве а время сейчас такое что и в дереве найдете то что смутит вас и расстроит так что живите сэр дома не сэр как сэр а сэр имя там какой-то то сэр мы счет по-английски еще вдруг я где-то ну с б с икс сэр но не сэр так что зовите сэр дома богоспасаемом граде орле поездками то не очень увлекайтесь раз год можно а чаще не надо она душой на трудиться самим и не ждать что сама взрастет то чего мы не сели так вот тем кто думает найти господа в неком святом месте вдалеке от родного дома следует сказать что царство божие все-таки разлито повсюду евангелие это ясно сказано в разлито повсюду царство божие территории души нашей вот и в каждой точке пространства есть то что роднит нас роднит нашу душу с господом тут надо открыться да вот царство божие вне нас и тогда она откроется внутри нас то сила дух святой божий воссоединит нас царством вне нас царство внутри нас вот тогда мы в царстве божьем ясно на территории божественной души только через посредство духа иного варианта воссоединиться нету на дух открывается умолчание ума в эмоциональной ровности ведь опять приходим вот к одному и тому же чем надо заниматься и не делать глупости вот и все что такое глупости ванин знаете уже а духовный туризм вам не поможет стяжание дух святого божьего вы можете восхититься витально в эмоции ой как замечательно ой как чудесный всего по лайкайте и останетесь прежним раз в год он будет можно поехать и по лайкать но духовная работа требует каждодневного труда ясно не только приступами не только в церкви там на причастие на литургии там или чонки кто мероприятия а именно каждодневной молитвенной внутренней глубинный труд молитвенно имеется ввиду молчание ума ведь молчание ума наивысшая молитва учитесь молчать умом это все будет порядке а мне вот один святой святой жизни человек свое время сказал что все мы являемся существенной ненужностью и никому кроме бога мы не нужны вы вообще вдвойне являетесь существенно ненужностью потому что не прибились ни к одной духовной группе или к религии по просто никому не нужны кроме бога ни одной системе вы не нужны вы чужие поняли так что никому кроме бога вы не нужны поэтому надо открывать с ним надо познакомиться и тогда будет все в порядке так или не так убедил я вас вот он также говорит то никому мы не нужны кроме бога давайте вы родственникам своим нужны может кому-то и нужны если вас действительно есть основывать заложено основу все-таки глубинное чувство любви или благодарности до кому-то но в основном сегодня люди живут чужие в семье так что если человек считает если человек считает что он кому-то бескорыстно в этом мире нужен бескорыстно даже семье в те же корысть у мужа и у жены есть или нет эгоистическая корысть она же обязана бы так что если человек считает что он кому-то бескорыстно нужен в этом мире то это глубокое заблуждение кажущаяся надобность в нем это порою хорошо завуалирование проявление эгоистической воли окружающих людей с целью использовать его в своих собственных интересах но может быть очень хорошо завуалирована поняли но это если ты не избавился от эго всегда идет взаимообмен ты мне я тебе неважно в какой форме по крупного ли по мелочам но это так нужно правильно дать отчет себе самому и только действительно господь без всякой корысти все-таки любит нас неблагодарных по отношению к нему поэтому и бьет зачастую до тех пор пока мы действительно не поймем надобность необходимостью в нашей жизни вот и все и его любовь к нам если она действительно бескорыстно не может быть корыстный корысть его самом малом заключается вернуть нас к себе но это корысть хорошем смысле не корыстью называется воспитательной работой ясно вот он этой работой воспитательной занимается это его главная задача а ты детка не очисти в душе от страстей радости захотела страсти наши не дают душе радость это божий прикоснуться потому и желание жить радостями и поиск радости явление незаконное искать на дне радости от того что содействует спасению нашей души так вот те кто ищет в жизни радости и душевного покоя и стремит свой поиск в этом направлении безменно удаляется от истинной радости от истинной благодати божией прикосновение которой нашему сердце не идет никакое сравнение с той радостью который порождается упоительными страстями вот тихая благодать божия который присутствует с некоторых пор у вас постоянно вот она радость просто жизни живой жизни независимо ни от чего вот то что должно в конечном счете возобладать и однажды испытавший радостное ликование души от пребывания с господом на одной волне никогда ни на что не согласится ту радость променять никогда работу по спасению души венчает ни с чем не сравнимая тихая радость непрестанного пребывания божественной благодати вот и вот финально что мы должны обрести в ощущении в своих радость живой жизни в боге здесь на земле пока мы тут находимся пока не расстались душа с тела вот и все это никакое отношение к радости витальной страшной радости не имеет не господь наказывает нас нет наказываем себя мы сами тем что живем без бога и какие бы хорошие не были мы по человеческим меркам там где нет бога нет жизни живой созидающий нет радости жизни где нет бога там хозяйничает враг божий из 3 не дано или вы полностью в боге или вы полностью в руках его противника и на пути к богу до встречаются периода от падения от божьей воли ну все встречается противник берет вас свои лапы цепки пытается отвратить вас от духовной реализации но в конечном счете если вы имеете искреннее сердечное стремление вернуться домой вы победите не сразу это приходит вот сразу взяли и оказались там где надо понятно что за вас будут бороться и противные силы противные господу силы на все равно часть божия все но с его санкции это делается виднее на откуп им дается испытать нас на прочность насколько мы искренне в своем стремлении вернуться домой чтобы не явилась туда предатель или кто-то который в любой момент может как иуда это самое допустить предательство низкая подлая корыстная из корыстных побуждений понятно и он вот поэтому нас испытывают по полной программе чтобы мы ждали только на отлично выпускной экзамен понятно здесь на троечку не пройдет на четверку тоже только на отличное вы понимаете да поэтому испытание соответственно и чтобы только пятерка то есть дополнительных вопросов всегда много и когда люди думают что их что за их неблаговидные дела и поступки они наказываются господом то они глубоко заблуждаются люди сами твации всех своих неприятностей которые произрастают естественно из отсутствия бога в их сердцах можно быть идеальным по человеческим меркам человеком но ветхозаветный идеал а это идеал ветхозаветный да нет но ветхозаветный идеал на сегодня это хорошо завуалированная греховность идеал ветхозаветный идеал это грешник завалированной тонко завалира но невооруженным глазом душой ты пробужденный это видно вам такая шоу какой он хорошего какой он приличный а вы и сесть то вот про сканируете сразу станет понятно ясно по вибрациям и не для того приходил на нашу землю спаситель не для того он приходил на землю чтобы реанимировать ветхозаветная истина который пытается церковь все время реанимировать и выставлять на показ но для этого он пришел он новый завет оставил мы все к ветхому завету а реанимируем его до бесконечности и уже похоронить давно надо а мы все в реанимации его держим церковной ну вот священное писание куда денешь там все написано 6 нельзя выкинуть а новый завет по умолчанию из нового завета выконали главное бог есть дух и поклоняться ему надо в духе и в истине и так будьте совершенно как совершение отец ваш небесный забыто все выплеснуто ясно нет нового завета сегодня просто нет так вот как зазря спаситель приходил я думаю не зазря у нас он откликается вот и все начни зазря видите как все ловко лукавый то обдумал а мы-то видим это видим нас запутать уже невозможно смутить на время да но выправимся там где нет стяжание духа святого божьего там хозяйничает враг а стяжание дух святого божьего по новому завету это должно быть непрестанным они только на причастие с ложечкой к горы или со съеденной просфорой ясно или нет причастились церкви врач все нормально вышли причастие прошло где духа мамга только на причастие все как без духа все вы в лапах врага понятно все попались обшилов кто устроена так что непрестанно надо его стяжать учитесь молчание ума открываетесь давайте возможность выполнять ему трансформирующую работу по полной не мешайте ему вот что главное сегодня новый завет должен проявить себя наконец то есть он должен выстрелить из всех орудий а нас все ветхий завет вот тычут носиком как младенцев будьте справедливыми совестливыми не обижаете никого погляди кругом чё происходит ты совестливый чему твои призыву приводят даже бабушка твоя в этом платочки злая сварливая хорошую девушку храм к счастью не пустит на что она не той ноги туда вошла к счастью с тобой происходит сейчас тоже что из большей частью молодежи ввалившиеся сейчас церковь молодежь ввалившаяся сейчас церковь вы оказываетесь не способны ни к какому послушанию вы не хотите слышать и слушать так вот молодежь ввалившиеся сейчас церковь в поисках защиты от мира сего она серьезно больно в этом мире она не может найти себе упокоение думаю что в церкви найдет но своеволе и эгоизм то остается он никуда не девается об этом никто не говорит пришли в церковь слава богу еще приходите мы вас спасем чем спасем каким местом посредством чего не говорят причащайтесь ходить и все будет в порядке психотерапевтические мероприятия проводят разговаривают появилась какая-то странная как говорит поисий святогорец христианская или православная психология от этих православных психологов или священников которые занимаются православной психологии их надо лечить лечить они больные это поиски святых водил православная психологию это такое абсолютное незнание что представляет собой человек человек современных условиях человек процессе духовной эволюции просто полные профаны люди которые пытаются браться за человек и оперировать искать вот тем что же является собой человек пытаясь подвести под это еще и православную базу на это абсурд полный я что молодежь сегодняшняя которая ввалилась в храм и правда небольшом количеству в поиска защиты от мира сего она серьезно больная болезнь это заключается прежде всего в своеволе и в эгоизме в нежелании слушать и задумываться над тем что нужно делать делать именно в практическом плане чтобы спасение обрести к великому сожалению сама церковь сегодня не в состоянии ясно я хоть это слово употребляю хотя его можно и не употреблять ясно представить молодежи путь обретения царства божьего не не может не ясно представьте не может представить я ясно так употребил смягчив это ну как чего молодежь будет тебя слушать у них свое представление о духовной жизни в церкви вроде хорошо вкусно пахнет хорошо поют да нормально знакомиться друг с другом тусовочка такая образуется я просто знаю вот по прихожанам который мир то рассказывать да у нас вот такая вот тусовочка там вот хорошие девушки интересны в черных платочках вот интересно с ними разговаривать о чем только не понимаю вот можно сговорить с девочкам черных платочек выйди с храма храме ладно а боги а вы диска о чем угодно понятно я не про это я просто говорю что вот такой клубной работой начинают люди заниматься ой в москве такой замечательный храм там отец александр такой самый замечательный священник вот мы туда ходим кормим нищих одежда их там снабжаем и прочь тот лишь вот вот эта клубная работа по интересам но пенсионеры православные в основном тот-то наработку этот дома наверное сложнее этим делом заниматься все другие дела есть думать за тебя во всем и вести тебя как слепого за руку не вижу смысла и пользы ты просто станешь расслабленным замечательно сказал поэсий те кто в работе на пути сознательной духовной эволюции стараются переложить всю ответственность на выбранного ими поводыря чтобы он им советовал каждую минуту в каждой ситуации как им поступить сами того не подозреваю теряют волю теряет творческий импульс и сердечный интерес к работе нет никого интересного тебе помогают вот советуют и все вот пришел сказал как поступить вы чувствовать как поступить . в другой ситуации то есть нет творческого импульса нет духовной творческой работы в результате застой понятно лучше шишек по набейте не спрашивайте как вам поступать а поступите как-то получите удар тогда разберитесь за что бьют ясно и по делам а так ищут поводыря никакой духовной реализации с поводырем речи быть не может один на один с господом и со своим эгоизмом останьтесь и трудитесь понятно вот что главное это знак сегодняшнего времени слава богу чувствуете вы как внимательно господь следит за нами и посылает все чтобы не оставались мы в неведении или заблуждение и так всегда и во всем вот и надо нам постоянно благодарить за это господа ну постоянное благодарение господа за все что с нами случается независимо от последствий это свидетельство наивысшем качестве нашей практическая работа на пути сознательной эволюции то есть полным пониманием благодарить его за все что потеряли что вас побили и это наивысшее качество духовной работы понятно то есть это воспитательная работа конкретная вполне нацеленная именно на вас на ваши слабости на их проработку вот если вы смиренно это принимаете благодарите за это господа вся ваша кармическая программа комиссия программа кармического воспитания она быстро сходит на нет все понятно а мы все сопротивляемся может от случайно оказалось я буду благодарить тот все муж заболел там сын там где-то что-то куда-то попал у меня все разваливается на что живо благодарит вот попробуйте благодарить за преподнесенные уроки на пользу нашей же души а я бы пытаюсь сопротивляться своего леса но сопротивляется хуже будет сами поймете потом ничего не распутывается а так бы глядишь поблагодарили все бы распуталась чудесным образом так бывает во всяком случае с какой-то в одной ситуации или с вами допустим но остальное там тоже само по себе рассосется со временем ясно потому что когда вы искренне смиряетесь и благодарите господа обязательно будет знак господь будет понял вот вам подарок ясно или нет проверить это можно я этим иногда занимался испытание были всякие разные ну просто даже говорить о них смысла не имеет я понимал что должен принять это со смирением все и чудесным образом многие вещи которые как бы сгущались вот гроза прям должна была разводиться они как-то раз и все ясная погода проверял но естественно из конечно должна быть не просто вот альсан васильев сказал что надо благодарить господа за неприятность я и благодарю потому что сказал альсан васильевич не я сказал вы должны почувствовать это сердцем своим что ваше благодарение господа за то что нас воспитывает через скорби через трудности это ваша инициатива должна быть не то что я вам сказал понятно и молчу я скажу я и пошутить иногда могу но в этих вопросах я не шучу главном это как-то я это самое сказал в шутку а люди подумали правильно заносить какой вы чай пьете гость мельдонием это запрещенный препарат для спортсменов он хорошо тонизирует и вот я вот занимающаяся тут часть мельдоним хотите попробовать и кто-то всерьез будет альсан васильевич а кто где вы достали кто прописал я бы вытюшок серьез поверили что но вы же сказали но я могу и пошутить правильно но в некоторых вопросах но в серьезных вопросах я же не шучу на не понимает не понял я не знаю что это такое не баловался мельдоним и только господа действительно ведомо или ведомо наверное да правильно искать ведомо ли только господу ведомо через какие испытания должен пройти конкретный человек для того чтобы он в полной мере свой долг перед господом исполнил каждому конкретному человеку дается испытание конкретное испытание в меру его возможности правильно преодолеть через силу запредельных испытаний не дается господь же не садист какой что над вами издеваться постоянно да все преодолимо трудно тому кто болеет его подвиг высок номера тоже и ухаживающего за больными так и будет вы всегда вместе восполняя меру подвига друг друга так вот люди смиренные бескорыстно ухаживающие за больными и потому что это их социальный долг родителям мы должны там помогать ухаживать но по долгу да а просто это от души идет и никогда тяжести никакой ты не испытываешь когда ты вот эту помощь оказываешь а против радость внутренней радость сострадание помощь облегчение понимаете никак социальный долг должен а вот как душа велит вот это важно вот об этом он говорит люди смиренные бескорыстно ухаживающие за больными уже получает от господа награды за труды свои будущем отмечены своем милосердном подвиги больной и ухаживающий за больным в совместном труде на ниве господне дополняют и духовно укрепляют друг друга и все мы обязательно в той или иной мере через это проходим особенно женщины как правило найти я вот как мужчина проходил этот долг меня женщин не было которые могли бы помогать четырем моим престарелым родственникам у меня была такая была такая ситуация что одновременно двое в постели двое еще на ногах единственное что господь сделал со что ему премного благодарен он такой последовательный уход обеспечил уход смысле жизни что совершенно феноменальный никого мне не надо было перевозить привозить вот там соединять объединять вот как он это сделал феноменально мне было бы так желательно и он это сделал но я готов все был принять и свести там двух больных в стариков в один дом к себе квартиру в небольшой готов и к этому был но господь он как-то очень простите за слово этого не вы разрулил это нормальным образом вставлять так что ннн получил какой-то имеет свою награду за это дело но на каком-то этапе своего пути духовного а в болезнях часто сокрыта милость божия ибо болезнь восполняет недостачу наших трудов для бога заболевших будем молиться а ваш тревог за них из-за малой преданности богу не подумайте неужели всевышний господь меньше нас знают каким путем вести час своих к благу а поэтому учитесь и себя и своих предавать богу и в том успокойтесь даже и в скорби ну болезни отдаются человеку потенциально готовому к серьезной духовной работе но понебрежению своему так и не приступившему к исполнению ее потенциально готов но не приступает к исполнению значит болезнь долго терпит господь смотрит выжидает преподносит понятно да не просто так правильное отношение к болезни как сигнал усос когда душа кричит о спасении своим означает прежде всего сознание причину болезни а причин болезни одна единственная отпадение от господа любой болезни я не говорю о генетических разного рода наследственных вещах которые причины являются отпадение от господа пращуров наших а то что мы в жизни приобретаем но ну вот так по нашему нерадению к духовной работе имеем талант имеем возможность потенциальную но не делаем больше заботимся о теле заботы о душе никакой по остаточному принципу забота лишь косметическая а душе тут косметика не подходит косметика может для тела хороша но для души нет что же касается получения врачебной помощи то этим большинстве случаев не стоит пренебрегать я уже об этом говорил болезнь смиряет человека дает ему возможность задуматься над своим будущим и никогда не следуйте в болезнях на немилость господа к вам и на ее величество случай его величество случай случайно не бывает случайного ничего нету так что господу гораздо виднее каким образом наставить вас на путь истинный всегда помните что истинная причина всякой серьезной болезни это ваш отказ сознательно эволюционировать от главная задача вообще появление человека здесь на земле сознательно эволюционировать другой задачи главное или главнее задачи нету общая болезнь всего человечества хроническая эволюционная недостаточность афонский монах блаженный старец поисий святогорец как-то сказал и и цитирую если я молюсь о больном то радуясь и тогда когда он выздоравливать и тогда когда он умирает подчеркиваете тем самым что конечный результат всегда выражение воли божией понятно и когда вы молитесь о больном то вы это для себя делаете скорее но не для больного потому что больной под волей божьей ходят вы для себя это делать проявляю сострадания ну в хорошем смысле этого слова не просто показной милосердия понятно для себя для пользы вашей души а результат в любом случае зависит от души больного как это будет так и будет понятно наверно а съехаться с дочерью надо обязательно любовь ваш поможет избежать ожидаемых трудностей ведь дорогая моя вам не сложно будет чем-то из своих привычек и поступиться а молодым как полезно будет пожить рядом с вами это как наука которую ни в одной школе не преподают но которые так необходимо молодые очень перестают очень скоро перестают быть молодыми и чтобы не стать смешными в старости им нужен живой пример тех глазах которых молодой блеск сменился мудрый кротостью о чем здесь он говорит он говорит о том что живой пример видимых результатов истинной духовной работы необходим молодым людям чтобы они увидели чтобы что-то делаете непонятное поначалу для них и вы изменились коренным образом есть результаты что вы излучаете теперь вибрации новой жизни ваше новое состояние то есть им нужен результат нужно видеть отрезать этот результат если молодые люди всерьез задумаясь на смыслом своего существования то тот результат который перед ними в вашем лице он им очень важен они знали вас одним в одном состоянии и в новом вашем состоянии вы другой совершенно другой не просто декларируете что нужно стать таким-то сяким то а вы стали другим понимаете то есть нужен живой пример не декларации атаку может убеждать вот окружение свое молодых там чат вот будьте такими будьте сякими вот а сами продолжаете оставаться прежними нервозными навязчивыми тупыми позвольте таскать извините в некоторых вопросах у петтами не пластичными и об этом надо помнить и не спешить назойливо наставлять молодых не обрезший самим мудрой кротости смирение вот пример вашего сверения можете служить импульсом для духовной реализации для молодого окружения трудности и беды как сеть охватили россию так упасть как мы теперь и представить невозможно но это реальность наших дней восстанем ли с помощью все возможно даже невозможное верим и надеемся пройдя горнило страдания жить так духовные штатцы говорили но трудности и беды охватившие россию не есть случайность или коварные происки лукавого все вершится исключительно по воле господа все абсолютно в государственном масштабе ты в жизни каждого человека по его воле во всем она его воле духовный продукт не может быть истинным если не пройдет через череду самых серьезных испытаний не только в индивидуальном порядке но и в общественной жизни обязательно через это пройти поэтому вот такая наша вроде многострадальная страна значит она господом отмечена и вот он не экспериментирует над нами помогает нам помогает зерна отделить от плевел помогает выделить духовный продукт так ему необходимы и нам в индивидуальном порядке для себя не просто экономика там совершенствование чего-то политической системы то прикладывается пусть это будет новые конституции все остальное там народовластия на самом деле еще что хотите пусть это будет но главное это в другом что в наших душах делается они что пишется на бумаге тоже написано бумаги она не всегда большей частью всегда не исполняется и сейчас в россии возможность достойно снести все тяготы времени имеет каждый искренне стремящийся обрести истину именно от нас с вами то есть от тех кто выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции за эволюции зависит наша судьба и соответственно будущее судьба нашего отечества от нас от выбравших для себя путь сознательной духовной эволюции не от всех то есть эволюционное поле сохранено она не разрушена духовные плоды приносятся значит все в порядке уже видно подвижки они есть безусловно 20 лет назад казалось что все потеряно поэтому заслуга путина безусловно как проводника высшей воли нельзя у него отнять с искренними поступайте по искренности их а с лукавыми по лукавству это не только не греха упрямая а прямое указание от господа ну о чем здесь он говорит с лукавыми поступайте по лукавству как-то вроде бы как не вяжется да вот будьте с лукавыми лукавыми сами не об этом он говорит лукавство в необходимо обличать потому что ибо умолчание это грех если видите лукавство его надо обличить ясно или нет все скажите не осуждайте но обличить и тоже не называйте человека вором а скажите ты украл ясно ну например я говорю понятно ли нет вор это уже суд а украл вот вот он он украл ты видишь украл вот это скажи ну еще там какие другие моменты бывает то есть лукавство обман ты соврал а последствиях не надо собрал ты брешь когда надо надо это сказать потому что молчание бывает грех каких-то ситуациях просто ну нельзя умолчать это надо но вскрыть но это в зависимости от ситуации надо понимать не умом это решается спонтанно вы просто это делаете не по дурости своя действительно спонтанность души она год вот так это надо сказать и вы говорите никак к этому не относясь понятно без эмоций просто как факт констатируйте и все и и сам спаситель открыто обличал духовную несостоятельность фарисеев и книжников обличал их от падения от истинной религии который призвано приносить духовные плоды они религиозные пустоцветы вот он об этом говорил обличая их своих проповедях нормально обличал их лукавство фарисейства если бы он молчал на эту тему это был бы грех с его стороны он не мог поступить иначе он это делал открыто публично не прятался не из-за спины не тихо не наушничал все говорил открыто терпение болезни всего на болезнях видимо все мы с болезнями обращается потому что люди вот но болезни это вообще конек до возрастных людей вот они на болезнях хотят в рай въехать но например да но над правильно понимать что есть болезнь вы понимаете да вот и вот он многие вопросы вернем ответы на многие вопросы вот по болезням у него приходит нему жаловаться вот больная я бедная несчастье что мне делать так вот терпение болезни незаметно для вас самой напитала душу и добродетель душу и добродетелями через них благодатью это есть та самая пустыня без которой невозможно избавиться от самости к богу приблизиться который раз в этом ответе женщине до чем-то болевший подчеркивается что в болезни истинная причина которой забвение господа если она осознана человеком приходит смирение годыни напитка души добродетелями как следствие благодатью божией то есть возможно в болезни в смирении получить благодать понимаете пребывание в болезни это пребывание ну что ли в своеобразном затворе в келье ты один на один с болезнью это пребывание своеобразном затворе где все внимание уделяется исключительно внутренней жизни это как крайняя форма опять-таки кармического воспитания душою у нас нашим эгоистическом статусе учитесь благодарить бога за все за все и с благодатностью принимаете от его руки и дни благоденствия дни скорбные и основа наше утешение в том что промысел божий исключительно промысел божий правит миром не что в этом мире еще раз хочется подчеркнуть мы неоднократно уже об этом говорили не что в этом мире в судьбе конкретного человека не происходит без участия воли божией думаем об этом или нет своего ли чем сами думаем что мы хозяева своей судьбы ничто в нашей жизни в жизни таскать ну государство страны народа не происходит без промысла божьего который направлен исключительно на то чтобы люди или человечество если хотите приносила как можно больше истинно духовных плодов пригодных для обретения беней пригодных для царства божьего и жизни вечной на это все направлено а потому будем действительно искренне благодарить бога за то что он уготовил нам для нашего же блага проводя нас через серьезное испытание коль мы не очень блок ушел информации все говорил говорил ладно забудем коль мы не очень и многоточие на сразу я уже чувствую там уже нет заготовки оба многоточие все но наш не может бесконечно готовит готовит я все говорю говорят заготовки идут 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 но то наверно устал тот заготовитель ну бывает 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 и такое минута в которой человек сам чает что-нибудь произвести над собой в себе самом есть минута погашение жизни истинной духовной благодатной в этом состоянии несмотря на непомерные труды истинного плода не бывает потому что господь сказал без меня не можете творить ничего так вот когда человек обуин приступом своеволия эгоистического своеволия являя несмирение он соответственно поворачивается спиной господу отвращается от истинной духовной благодатной жизни как бы не старался не тужился он попытка в чё-то достичь в частности в духовной жизни и в так называемом самосовершенствование все будет тщетно ибо он безмерно далек от господа подменив его всевышнюю волю своей эгоистической кто имеет уши да услышит очень интересно нынешняя наука духовная особенно тяжело тем кто разочаровывается нынешняя наука духовная особенно тяжело тем что разочаровываться приходится в самом близком тебе человеке себе самом видеть свои нелицеприятные качества вот в этом духовная наука заключается ведь и разочаровываться в себе самом совершенном безгрешном ну местами там временами да вот по поводу греховности то помните эту историю я ее уже рассказывал по моему еще раз повторю может кто-то не слышал пришел на исповедь к священнику человек но поисповедуется в грехах своих там рассказал своих проблемах о трудностях и задает исповеднику священнику вопрос но как вывод уже достигший чего-то понятно коль вы батюшка грехи отпускаете там исповедуете людей вот в это все вот заповеди соблюдаете грешить или не грешите какие-то проблемы у вас есть могут да встречается кое-что есть конечно трудности вот 12 греха они как-то но трудно искореняемые спрашивает по суммой у батюшки а какие ну когда как зависимость от ситуации вот так вот ясно так что чтобы зависимой ситуации у нас не было чтобы если видите что вас вот счет сидит да вот это должно просто исчезнуть наблюдаете открыто говорить себе да я вот такой да вам не то есть господь есть сочешь нужным помоги он бывает помогает без проблем но если в особенно искренне попросить только не настаивайте на результате если сочтешь нужном помоги может надо еще с этим поноситься понятно вот и все так что чтобы не было когда как вот один остается 12 1 1 или две проблемы вот с ними разберетесь попросите господа не бывает трудно искореняемой они могут быть очевидны для вас но то что очевидно самого начала уходит последним потому что самый закоренелый наш грех самая закоренелая проблема она бедна но мы никак не можем с ней справиться своими силами бесполезно приходится просить господа ясно вот так да что работа на пути сознательной духовной эволюции сегодня эта работа немыслимо без развенчания себя любимого без самого главного авторитета в нашей жизни тоже самый главный авторитет это авторитет нашего и ага всех остальных авторитетов можем в пух и праха разнести отмести на авторитет нашего это не пререкает он последним исчезает понятно последним исчезает авторитет нашего эго и как только эта многотрудная работа будет завершена тебе представить удивительную возможность взглянуть на окружающих совершенно иными благодатными глазами не выказывая ни тени осуждения по отношению к ним который пребывает в стене видения который ты только что превзошел так что других то осуждать сам с этим долго носился понятно ну тогда до завтра все спасибо